Ну, а на фронте все без перемен. Я часто пощу в телеграм-канале различные фронтовые телефонные видео, в том числе и жуткие, и страшные. Вот всем они, эти фронтовые видео, хороши, кроме их краткости. Панорамы у них всегда рваны, и нет возможности обширного обзора боевых очагов. Поэтому не складывается, наверное, полного представления о немыслимых потерях русских, когда этих русских забивают целыми подразделениями, как скуп. Я вот разместил просто фоточку, просто фоточку с живыми и здоровыми орками, которые позируют для фотографа. И под этой фоточкой очень красноречивая, плаксивая, плаксивый вопль вдовицы. Она объясняет, что... Она узнала все подробности труппирования ее мужичка и объясняет, что все особи на этой фотографии почти одновременно отправились в ад. Да, и это крайне интересно, и вот как ни странно, это статичное, без крови, без смерти, без опарыши. Эта фотография дает реальные представления о том, сколько ежедневно дохнет орков. Ну, а тем временем нагнетается корейская история, присутствие корейских подразделений, призванных спасти Россию. Разумеется, уже не скрыть и Буданов, а ему можно и следует доверять, потому что кому как доверять, если не Буданову. А это начальник гура украинского, он сообщил, что первые 2600 северокорейцев уже завтра прибудут в Украину, прибудут на фронт. И что у них у всех дома остались семьи родственников, которых в случае чего просто убьют. Ну, мы уже с вами говорили, что смерть родственников совсем не такая уж пугалка для северокорейских бойцов. И тот же Буданов заявил, что Северная Корея получила за этих бойцов от России, в обмен на этих бойцов, ядерные технологии и деньги. То есть мы видим, что все ярче и ярче северокорейская звезда разгорается. И совершенно официальная цитата сестры Ким Чен Ина, Ким Йо Чен, она говорит, что судя по поведению Сеула, Южной Кореи и Киева, они невоспитанные собаки, выписыванные с США. Это очень красноречивое заявление, следует помнить, что при любом упоминании собаки у настоящей северной Корейки обильно текут слюни. И инновская сестренка не исключение, она уже видит собаку Украину в корейском супе. И чучхе велит заправлять этот суп стеблями, одуванчиков и перцем. Впрочем, этот суп довольно сложное блюдо. И посмотрите у меня в телеграм-канале, особенно это касается любителей собак, им будет особенно полезно и важно посмотреть рецептуру приготовления и разделки.